Настолько псих, что я хочу, чтобы в моей команде были ответы на все, что происходит на карте. Джейм, как лидер, как тактик, снайпер, который всегда прикроет, который будет выпускать свою команду, следить за тем, что происходит, и должен стать спокойнее, и показывать ребятам, грубо говоря, нерушимую скалу, которая будет делать их сильнее. Перестроить немного игру, чтобы сделать Джеку более агрессивным Мавиком. Первый матч — это Liquid Fnatic, где был знаменитый момент от Симпла, где он упал с девятки и убил двоих на кэше. Так это все и происходит, мы должны чему-то учиться, мы должны к чему-то приходить, мы должны развиваться. Всем привет, вы на YouTube-канале Virtus.pro, а я новый тренер команды АПКС Андрей Хомомироненко. Давайте познакомимся, обязательно смотрите это видео до конца, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Как ты пришел в профессиональный Counter-Strike? В каких командах играл? Я начал играть в эту игру очень давно, в 2002 году. Первый раз я пришел в комьюнерный клуб с ребятами, познакомился с этой игрой, она мне очень понравилась, моя карьера довольно быстро развивалась. В 2004 году я попал в М-19, после в 2005 году я попал в Форс, далее я поиграл в таких командах, как iSports и Meet You Makers. Но в какой-то момент мне казалось, что данная индустрия не будет развиваться до такого высоко уровня, какой он есть сейчас. И я принял решение, что нужно закончить строительный вуз в МГСУ МСИ и пойти работать по профессии. И спустя какое-то время, в 2016 году, когда проходил мажор, Митя Хуч, Санилка и Вадим Майс позвали меня посмотреть, до какого уровня вырастет индустрия. Это был ESLK 2016 года, тогда я был в роли зрителя. Мне очень понравилось, как развилась индустрия, к чему пришел современный Counter-Strike. И я решил, что я хочу вернуться в эту игру и заниматься тем, что мне очень нравится. Почему ты решил стать тренером? Вначале я пробовал быть игроком, понял, что пропустил достаточно длительное время, и эта пропасть не позволяет мне вернуться на высокий уровень. Но я понимал, что мои знания достаточно для того, чтобы научить других игроков, и я решил попробовать стать тренером. Работал в Кибер-Легасе, после я перешел в Антропик, вторым тренером-аналитиком, и попал на свой первый мажор. Тогда же я понял, как я хочу сильно развиваться, как я хочу поднять этот кубок. И, собственно, мой путь привел меня сюда в Virtus.pro. Кто из тренеров для тебя является ориентиром в Counter-Strike? Ну, когда я только вернулся, я увидел Андрея Блэйда, который уже работал в Na'Vi. В принципе, вначале я ориентировался на него, также я ориентировался на Халли, который работает сейчас в Spirit. Но самым главным для меня наставником был Митя Хуч и Ваня Фин, которые помогли мне понять, как выстраивать игру, как выстраивать структуру. В принципе, научили меня многому в этой игре. С Ваней Фином я работал в Gambit Youngsters, когда был аналитиком. А с Митей я работал в Anthropik и в Winstrike достаточно длительное время. Мы прошли на мажор, и я принял большое количество опыта у него. Наверное, сейчас для меня ориентированным является Зоник, так как приятно видеть, как большой опыт, его классные идеи дают развитие уже ни в одной команде. Какие у тебя зоны роста? Наверное, то, что мне мешает в первую очередь, это то, что я не могу признать поражение. То есть даже если команда проигрывает, я пытаюсь перекладывать это на себя, хотя в данный момент не я был на сервере, можно так сказать, а играли игроки. И мне надо научиться принимать его спокойнее и делать сразу трезвые выводы, а не вначале на горячую пытаться найти виноватого или что-то. А также, мне кажется, что мне нужно перенять немножко спокойствие. То есть эмоции, которые я выплескивал на той сцене, где я выступал, они помогали команде, но мне кажется, что сейчас я должен стать спокойнее и показывать ребятам, грубо говоря, нерушимую скалу, которая будет делать их сильнее. В чем твоя особенность как тренера? Я достаточно структурный тренер. Я люблю, когда люди понимают, что они делают в игре. То есть у них есть четкий план, у них есть четкая идея, у них есть четкое понимание, что следует зачем и к чему мы должны прийти. Я люблю, чтобы мои игроки тоже понимали полностью все происходящее на карте, имели правильные реакции, чтобы, грубо говоря, я настолько псих, что я хочу, чтобы в моей команде были ответы на все, что происходит на карте. Мало того, что я буду требовательным, я буду еще выдавать людям домашние задания. Я думаю, что, конечно, в этом составе, возможно, это будет реже происходить, но так это все и происходит. Мы должны к чему-то учиться, мы должны к чему-то приходить, мы должны развиваться. И если я буду видеть, что люди стоят на месте, то я буду вынужден их пинать и заставлять улучшать свои результаты. Что тебе нравится в тренерстве? Мне нравится, когда я вижу развитие тех игроков, с которыми я работаю. И, в принципе, мне нравится, что я развиваю себя как наставник, что я могу что-то дать людям. И, наверное, для меня самая будет лучшая похвала, если кто-то из игроков скажет, что я их многому научил и привел на тот уровень, где они есть сейчас. Тимур Клакс, Саня Глоуинг, в принципе, состав «Энтропик». Нельзя сказать, что это прям мои ученики, но гожусь каждому из них. Даня Деледос, то есть это те ребята, с которыми я работал. Я горжусь теми результатами, которые они показывают сейчас и считаю, что я дал много им для того, чтобы они развились. Перерыв между катками. Самое время закупиться припасами. Пицца, бургеры, напитки и многое другое с доставкой прямо на базу. Яндекс.Итс или Яндекс.Еда дает скидку на первый заказ в твоем регионе. Выбирай промокод и приятного аппетита! Какое поражение тебе было тяжелее всего принять? Ну, мне кажется, самое неприятное поражение было, когда мы вели 2-0 на стокгольмском мажоре с «Энтропиками» и в итоге проиграли третью игру «Виталити» на третьей карте, где до сих пор флэшбеками тот раунд, где мы поставили бомбу в дефолт и проиграли раунд один в три аппетита. Самое больное для меня, что было у меня в киберспорте. Опиши свой характер тремя словами. Трудолюбивый, усердный, но немножко замуду. Какой самый запоминающийся момент в твоей карьере? Проход на мажор с командой «Энтропик» и мой последний героический проход с «Энт Пандос». Ты каждый раз испытываешь этот спектр эмоций, как ты с самого низа прошел на самый верх. Осталось теперь последнее выиграть мажор и показать себя там. Что для тебя особенно важно? Тактика, психология, личное общение или что-то еще? Команда строится из большого количества пунктов. Один из самых пунктов – это доверие. Команда должна доверять внутри друг другу, быть честным друг с другом, не утаивать друг от друга проблемы или какие-то недовольства. Второй момент – это структура. Мы должны быть умными, у нас должны быть ответы на разные идеи, мы должны быстро принимать решения. Ну и самое главное – это дисциплина. А личное общение с игроками – это в принципе рабочий процесс. То есть как угодно ты будешь общаться с командой, будешь общаться отдельно. Для того, чтобы достичь развития, на это делать нужно основной упор. Чем ты гордишься? Ну, наверное, я очень горжусь тем, что я смог принять решение в один момент и вернуться обратно в киберспорт. А также я очень горжусь возможностью, которую я сейчас получил и постараюсь показать хороший результат. Я горжусь некоторыми решениями, которые были у меня в жизни. Когда я закончил ВУЗ, это выбор правильной работы, после этого это переезд в другую страну. И я чувствую, что это дало мне большой рост именно в плане личностного характера. В принципе, я горжусь этим. Какая твоя мечта в Counter-Strike? Ну, любая мечта любого киберспортсмена – это выиграть мажор. Естественно, я от них сильно не отличаюсь. Но моя мечта – это не только выиграть мажор, но закрепиться и показывать результат стабильно и выиграть второй мажор. Назови топ-3 действующих снайпера. По моему мнению, это Зайву, Моноси и Джейм. Почему? Потому что Зайву является самым сильным универсалом. То есть он может как с авиком, так и с калашом перевернуть игру. Моноси – это, в принципе, самый агрессивный снайпер сегодня на сцене, который может сам создавать для своей команды возможность взятия раундов, возможность создать важные ситуации на карте. Ну и Джейм, как лидер, как тактик, как снайпер, который всегда прикроет, который будет выпускать свою команду, следить за тем, что происходит. То есть это абсолютно три разные снайпера, но я рейчу их трех. Какие три матча на просцене запомнились тебе больше всего? Ну, на самом деле, было много запоминательных матчей, но мне кажется, самый запоминательный матч для меня – это те, где я участвовал или был сам как зритель. Первый матч – это Liquid Fnatic, где был знаменитый момент от Симпла, где он упал с девятки и убил двоих на кэше. Это наш проход на мажор антропиками. Третий матч – последний финал, который был вчера, Г-2 Виталити. Это было очень прекрасное шоу. Возвращение Стюит О'Кей, легендарный зал. Думаю, что запомнится мне надолго. Есть ли команда, не из Тир-1, которая показывает классный и необычный КС? Из сегодняшних команд, мне кажется, я могу выделить три. Это Монголы, Мибор – бразильская команда, и Тернл Фаер. Мне кажется, что из этих трех команд, самый сильный претендент Тернл Фаер, они уже готовы к высокой лиге, но в связи с отсутствием партнерских соглашений, партнерских лиг, они вынуждены играть на малом количестве турниров и не могут закрепиться на этом участке. Какая твоя любимая карта? Раньше это был Overpass, но, к сожалению, Valve сделали нам подарок и убрали ее и поменяли на Dust. Если мы возьмем сегодняшний мопул, то, наверное, Nobis для меня та новая карта, которая мне нравится больше всего. Мне нравится, как ее сделали, какие стали там расстояния маленькие, как можно переворачивать игру и быстро перетягиваться. Поэтому, наверное, я делаю выбор в пользу нее. Это вертига, эти апдейты на нем, оно сломанное, они сами это понимают. Что для тебя идеальный КС? Понятие идеального Counter-Strike – это очень сложное понятие. Мне кажется, что для меня идеальная команда – это команда, которая имеет право правильно разыгрывать дефолты. У них есть хорошее окончание, хорошая идея. Они быстро реагируют на то, что происходит на карте. А также всю свою игру они разбавляют своими какими-то структурными идеями в виде скриптов, которые помогают им в нужный момент переломить сложную ситуацию. Есть ли команды, которые играют в тот КС, который тебе нравится? Мне нравится, как играет Vitality, мне нравятся их идеи. Мне нравится, как играют в Face и скорость реакций, которые они имеют во время игры. Если мы возьмем команду Face, то это смесь большого опыта от Керригана и молодых игроков, которые не боятся принимать решения, не боятся брать игру на себя. А Vitality – это команда, которая умеет играть на одного игрока и показывает, что если у тебя есть звезда в составе, то ты можешь играть на нее и играть в турниры. Ну и, в принципе, новый состав Моузов показывает, что командный КС, структурный КС может давать высокий результат. И, в принципе, третья команда я речу больше всего. Опиши хорошую и плохую команду. Ну, начнем с банального, что, конечно, мы все будем довольны, если команда будет выигрывать, но самое главное, чтобы внутри команды было доверие друг к другу, чтобы команда все время приходила на матч, она ничего не боялась, чтобы люди принимали правильные решения, а не просто играли в игру, они не боялись делать действия. Ну и плюс, самое главное, чтобы у команды всегда были ответы на то, что происходит в игре, а она не просто плыла по течению. Приведем банальные примеры. Мы не выспались, либо мы там поругались перед матчем, мы пришли с плохим настроением, игра уже заранее не задалась еще до матча. Конечно же, я буду недоволен. Если мы берем игровой аспект, допустим, у нас есть какие-то заготовки, какие-то идеи, которые мы длительное время тренировали, и мы приходим на турнир для того, чтобы их показать, и на турнире происходят какие-то фейлы, какие-то апсеты, мы делаем что-то неверное. Скорее всего, это очень сильно подожжет меня, и я буду очень сильно недоволен. Каким ты видишь ежедневный тренировочный процесс? Начнем с того, что у каждого турнира есть определенный график. Я считаю, что тренировочный процесс должен быть подстроен под этот график, но я имею в виду утро-подъем. Далее команда должна собираться после завтрака где-то на 2-3 часа для того, чтобы сделать разбор и подготовить план того, что мы будем тренировать сегодня. Далее начинаются праки. 4 либо 5 праков в зависимости от загруженности нашего дня. С перерывом на обед. После мы должны вместе с командой разобрать ошибки, разобрать, что у нас получалось, что у нас не получалось, какие мы ставим цели к следующей тренировке, а дальше индивидуальная работа либо с каким-то игроком, либо с игроками в паре, в зависимости от того, что требуется в данный момент. Назови основные составляющие успешной игры для твоей команды. Наша структура и то, что мы тренируем. Второе, у нас должен быть план на игру, и мы должны отдавать отчет, что мы делаем. И третье, это подготовка к матчу, то есть работать с аналитиком, который дает нам уже точечные указания по тому, как играет соперник, и мы можем использовать эту информацию для того, чтобы выигрывать игру. Какими качествами должен обладать настоящий тренер? В первую очередь, тренер — это наставник. Помимо опыта и возможности дать игрокам какие-то новые решения, новые ответы, должен быть тем человеком, который раскрывает их сильнейшие качества. То есть задача тренера, в первую очередь, раскрыть те качества игрока, которые помогут ему стать сильнее, и ни в коем случае не сломать его, и не задавить его какими-то своими наставлениями или какими-то своими решениями. То есть моя задача — делать людей лучше. Каким ты видишь современный КС? Современный КС вырос до очень высокого уровня. В эту игру уже все умеют стрелять, все умеют кидать гранаты. На самом деле побеждает тот, кто лучше всего коммуницирует друг с другом, кто быстрее всего принимает правильные верные решения во время игры. Динамичность игры выросла настолько сильно, что именно поэтому мы видим постоянно какие-то хайлайты, мы видим какие-то серьезные моменты, которые переламывают игру. И это все происходит только по той причине, что люди правильно и быстро реагируют на то, что происходит на карте. Какой след ты хотел бы оставить в Virtus.pro? Ну, конечно, первоначальная цель для меня — это выиграть мейджор. Для Virtus.pro это уже будет третий мейджор. А также хотелось бы выиграть Intel Grand Slam. Спасибо, что посмотрели данный ролик. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и, конечно же, болейте за Virtus.pro.